Джеб это далеко не просто. Прямой удар в сторону соперника. Нанося его, нужно соблюдать массу правил. Джеб наносимый в начале атаки и в середине атаки. Это совершенно разные вещи. Джеб в начале атаки всегда делается одиночным. Для этого плечи боксера выстраиваются в одну линию с вытянутой ударяющей рукой джебом. Благодаря этому достигается наиболее длинная для вас, но доставаемая вами кулаком головы соперника дистанция. Плечо руки, ударяющей джеб, должно быть максимально поднято, может быть даже до виска своей головы. Чтобы плечом ударяющие руки защищать голову от удара слева, если вы подаете свой джеб в левосторонней стойке. Ваша правая рука стоит справа с кулаком у вашей правой стороны лица, чтобы вы не получили удар справа. А сама голова должна быть наклонена вниз и вы даже можете мгновение самого нанесения удара опустить ее и не смотреть на голову соперника. Чтобы точно не получить в голову удар, максимум в лоб. Это нормально. И после первого удара сразу отойти назад мгновенно. Это осуществляется при поднятии задней ноги. И с одоведением вашего кулака назад тело тут же уходит назад одновременно. При таком джебе вы можете достать одиночным ударом в голову соперника и уйти назад, не получив повреждений. Однако при такой позиции, когда плечи ваши находятся параллельно вашей руке, вы не сможете осуществить двойку. То есть тут же после левой ударить правой. Поэтому начало атаки предназначено для донесения одиночных повреждающих ударов соперника. Если вы наносите повреждения и замечаете смятение соперника, только тогда, сохраняя стойку своих ног, она должна быть параллельна. Она не должна быть фронтальна. Передняя нога спереди, а задняя далеко назад. Сам корпус вы круто разворачиваете в пояснице, чтобы верхняя часть тела была ближе к фронтальной. И тогда, нанеся джеб левой, отводя джеб назад, вы тут же можете ударить правой рукой. Так как плечо находится уже ближе, и мгновенная двойка может получиться только в этом случае. Такие двойки вы должны осуществлять не сходу, не с первого захода, а когда после нанесения одиночных и видите, в каком состоянии находится соперник. Чтобы меньше риска было получить голову, так как разворот плечей обоих вперед уже представляет для вас некую опасность. Потому что дистанция, с которой вы бьете, короче. Вы, наверное, знаете, что хороший боксер бьет каждым ударом в разные точки соперника. Поэтому этот боксер после прямого левой справа ударил не прямым, а оверхендом. Это такой удар, который идет рукой выше собственной головы. Он бывает сильнее хука, так как в этом ударе действован не только разворот тела, удар всем телом, как происходит при хуке в горизонтали. А такой же разворот происходит по вертикали, а ударяющая рука выходит из-за головы нападающего, в связи с чем плохо видна противнику. И оверхенд, обладая, может быть, даже большей силой удара, чем хук, длина его вдаль куда длиннее, чем хук. А правильная стойка боксера позволяет справа нанести либо прямой, либо оверхенд. То есть с одной и той же позиции тело находится в правильном приложении удара для разных ударов. Такая возможность боксера представляет очень большую опасность для соперника. Ударять все время в разные точки – это не такая особо фокусная хитрость. Это все кроется в деле правильной стойки боксера. Он должен вырабатывать такие правила движения тела, при котором из одной и той же стойки может быть правильно нанесено разные удары в разных направлениях. Этот случай, как при правильной стойке для нанесения одиночного джеба, следом боксер наносит апперкот, не перестраивая тело, потому что он уже стоит в такой позе, где максимально приложится и к удару джебом, и в следующее мгновение – удару апперкотом. Как вы видите, обыкновенные простые прямые удары, называемые джебами, будут правильные, если под собой будут иметь правильно выработанную стойку и технику из этого же положения тела отрабатывать как можно больше разных и других ударов. Поэтому, тренируя джеб, вы должны сразу тренировать такую позицию тела, центр тяжести и движения, чтобы из этих же позиций джеба мгновенно делать другие удары. Поэтому джеб простым ударом и обычным называть ни в коем случае нельзя. Продолжение следует...